Продолжение следует... По дня вынесли вопросы, касающиеся реализации программ дорожного строительства, реконструкции и капремонта федеральных, региональных и сельских дорог. Как отметил вице-премьер, в среднем по стране в минувшем году отмечены лучшие результаты. Перевыполнены показатели по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам Рашида Темрезова, в Карачаево-Черкесии поставлена цель не только не сбавлять набранных темпов, но и совершенствовать работу. В текущем году по нацпроекту в республике будут приведены в нормативное состояние 26 километров дорог и 6 мостов. Еще свыше 5 километров дорог местного значения реконструируют по программе комплексного развития сельских территорий. Еще один вопрос повестки совещания касался мер по снижению аварийности на дорогах. По словам Рашида Темрезова, в этом году планируется установить на дорогах республики порядка 30 дополнительных стационарных комплексов фото-видеофиксации. Рашид Темрезов встретился с матерями и женами военнослужащих. Женщинами, которые своей решительностью и стойкостью духа вдохновляют наших бойцов и служат примером многим. Конечно, на встрече самым важным было узнать, чем живут семьи военнослужащих, чем мы можем еще помочь, какие вопросы остаются открытыми, отметил глава. Присутствующие внесли свои предложения по расширению пакета региональных мер поддержки. Обсудили и точечные, и персональные, и острые вопросы, и системные решения. Абсолютно все озвученные пожелания уже в работе и на контроле руководителя региона. На такую загруженность вы еще продолжаете, одними из первых, организовывать и гуманитарную помощь. Я уверен, что именно ваши слова поддержки ничего дороже для наших ребят, а на сегодняшний день для них этого нет. Низкий вам поклон, я хочу вас искренне поблагодарить за это, пожелать нам всем скорейшего возвращения наших ребят, живыми, здоровыми, с победой. Я уверен, что вот с такими женщинами и с вашей теплотой и заботой, конечно, мы это, Стас Всевышний, в ближайшее время обязательно к этому мы придем. С того момента, как у нас прошла встреча с вами 31 января, поддержка колоссальная, колоссальная идет во всех направлениях. Поддержка от всех замов идет, все ведомства работают, очень оперативно решаются вопросы. Просто большое человеческое вам спасибо. Я думаю, если так дальше пойдет, победа будет точно за нами. Победа будет точно за нами? Да, на самом деле. Да, дай бы, чтобы она была как можно быстрее. С силами, вот, и с фондом мы вместе собрали больше 20 тонн грузов гуманитарного и технику отправили. И очень многим семьям уже помогли. Какие программы необходимо реализовать? Какой регион страны нуждается в улучшении или развитии той или иной сферы? Ответы на эти вопросы помогают получить работа сотрудников Росстата. Гость нашей программы – начальник отдела организации проведения переписи и обследований в Карачаево-Черкесии, Северокавказ-Стата Кулистан-Шедакова. С ней беседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Расскажите, пожалуйста, вот помимо масштабных компаний переписи, какая еще важная работа проводится вашими сотрудниками в данное время? Здравствуйте, Алла. Наряду с тем, что традиционная статистика занимается прием и сбор отчетов от организации предприятий, не менее важна другая составляющая в нашей работе – это проведение опроса населения, домохозяйств. И здесь у нас с каждым годом эта работа все шире и шире. Вот начиная в данном случае, сегодня я хотела бы рассказать об обследовании населения на предмет его здоровья. Называется «Состояние здоровья населения» наименование обследования. Его мы проводим, начиная с 2019 года, на ежегодной основе. Кулистан Магомедовна, расскажите, а эта работа будет продолжена дальше? Опять же, в сентябре у нас уже Росстатом, ведь нам выборка приходит централизована с Росстата. Уже мы получили населенные пункты, в которых будет проходить опрос, проверили их на предмет достижимости. То есть все наши интерьеры везде смогут пройти, проехать, опросить. И отчитались с Росстатом, что мы готовы. И летом будет подготовка к нему, а в сентябре опять наши интерьеры пойдут в поле для того, чтобы получить итоги за текущий год. Опрос провести. Выборка определяется централизованно, научно обоснованным методом в Росстате. И спускается прям поадресно. Вот у нас обычно это 11 населенных пунктов, каждый адрес прописан. И даже на площадке одна квартира попадет, а другая нет. 11 населенных пунктов, короче, Черкесия, это вот какие населенные пункты? Это со всех районов? Да, со всех районов. Традиционно республиканский центр всегда, три участка попадает. И 27 домохозяйств в каждом из 11 населенных пунктов. С 2019 года вы проводите обследование такое, результаты каковы? Расскажите, пожалуйста. Вкратце бы вот хотела я остановиться. Значит, вначале мы выясняем, как корреспондент оценивает состояние своего здоровья. Так по итогам у нас получается, что как очень хорошее, но у нас, скажем, небольшой процент в регионе, всего лишь 80 небольших процентов опрошенных респондентов оценивают свое здоровье как очень хорошее. Если говорить о масштабах округа, то тут у нас есть те, которым, как говорится, мы и рядом не стоим. Это Чеченская республика. Практически 45% населения оценивают свое здоровье как очень хорошее. Немногим менее, вот 8,2, мы говорим, чуть более, да, 8,7 оценивают как плохое опрошенные. Да, вот. А те, которые оценили себя как хорошее и удовлетворительное, они тоже рядом. 42% сказали, что хорошее считают здоровье, 39% населения считают удовлетворительное. Понятно, да, что как мы себя оцениваем, респондент, и на самом деле, какое его здоровье, эти данные могут существенно расходиться. Но, опять-таки, это важно иметь эту информацию для того, чтобы оценить, как вот те социально-экономические факторы, да, которые влияют на его жизнь, как они вот влияют на оценку состояния вот им самим своего здоровья. Вот. Если говорить в плане психологическом, тут мы тоже опрашиваем, спрашиваем, как вы себя чувствуете, насколько бодрым, спокойным, раскованным, отдохнувшим, раздражает ли там вас что-то и так далее. То есть вот эти факторы, они тоже дают возможность такой психологический портрет сложить респондента. То есть там пять вопросов касаются психологического благополучия. И по пятибалльной шкале, вот, получая там 13 и выше, это значит у респондента относительно хорошее психологическое благополучие. Вот. И начинаем далее, идём с того, что насколько часто, ходит ли он последние два года на диспансеризацию, каждый год мы это выясняем. И следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом доля вот населения, ну тут у нас в гендерном развязи, мужчины и женщины, и те, которые ходят на диспансеризацию, проходили последние два года диспансеризацию, она увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Причём в сельской местности тоже имела вот такое заметное увеличение. Мы наблюдаем увеличение темпы роста, да, положительные, как приверженность населения, высокая приверженность здорового образа жизни. Это означает вот соблюдение таких пяти условий. Отсутствие, значит, не курит человек, потребляет не более пяти граммов соли в день, у него 150 минут умеренной нагрузки физической или 75 минут интенсивной в неделю. И потребление алкоголя в виде чистого этанола, спирта, для мужчин не более 168 грамм, и для женщин 84. Вот положено не менее 400 грамм, мы сказали, овощей и фруктов ежедневно потреблять. Это тоже относится к высокой приверженности здорового образа жизни. А расскажите, как, если сравнить с нашими соседями, с соседними субъектами, как выглядит Карачаева-Черкесия на фоне субъектов наших других? Высокая приверженность здорового образа жизни. Я думаю, что если посмотреть, у нас тут Ингушетия, лидер, 29%, у нас 10,7% мужчины. То есть вот если в масштабах округа смотреть, так вот в целом, да, по многим показателям, не только по одному, в числе первых позиций традиционно идут Ингушетия, Чечня. Там, где занятия самостоятельно, спортом, такой тоже есть вопрос. Там у нас лидеры Дагестан, Кабарда, мы отстаем. То есть есть куда стремиться и над чем работать. И это же и разъяснительная работа, и другие мероприятия органов в этой сфере управления, которые для этого и созданы, чтобы политику эту государство проводить в соответствующей сфере. А здесь видно по, опять же, итогам, что мы где-то в середине находимся, не так активно у нас это, ну как, население, хотя в селе, да, у всех есть личное подсобное хозяйство. Но показатели, они не настолько вот такие, чтобы говорить, что да, у нас все хорошо, много этого потребляется, овощей и фруктов. Это тоже недостатки в питании, это тоже ведет к различным заболеваниям. Поэтому информация вот, она вот в плане здоровья, конечно, неоценима. Для того, чтобы для органов здравоохранения, куда сосредоточить свои усилия. В плане занятия спортом, для других в сфере спорта, да, где дальше. Если мы видим, что на селе уже показатели хорошо, а в городе хуже. Если говорить о вредных привычках, у нас доля тоже высока тех, кто не курит табачные и нетабачные, курительные и некурительные изделия. Это тоже здесь формируется информация. Но по сравнению с Чечнью и Ингушетией мы довольно-таки отстаем. Вот у нас показатели были прям очень низкие в прошлом году, а по итогам 22-го года заметно возросли. И в плане мужчин, и женщин тоже. Причем до 22-го года лидировали, скажем, здоровый образ жизни женщины на селе. То уже в 22-м году наиболее высокий показатель сложился женщины, проживающие в городской местности. Есть там и такие вопросы, как знаете ли вы, имеете ли вы представление о том рациональном режиме и о питании, да, вот здоровом. Имеете ли вы представление. И очень удивительно было, что ведь невелик процент, даже одну треть не составляет тех, кто хорошо осведомлен. А 15% ответили, что они вообще ничего не знают. И, конечно, те, которые так, относительно, ну, знают так, не очень хорошо, и что-то слышали, таких тоже, ну, вот, они как бы примерно одинаково распределились. Те, которые знают, не очень хорошо знают. И это говорит о том, что люди же должны знать, чтобы, да, образ жизни улучшать постепенно. Хотя один из критериев – это же занятие спортом. По нему тоже мы видим, особенно на селе, что значительно возросла доля тех, кто занимается организованно спортом. Вот я думаю, что это в итоге, мы же видели, компании были такие в течение последних нескольких лет, когда открывались в каждом районе, да, в сельских населенных пунктах, спортшколы, спортзалы и так далее. И вот, как бы, мне кажется, итог вот как раз-таки свидетельствует о том, что какие-то мероприятия, они успешно претворяются в жизнь. И это видно по ответам наших респондентов. Кустан Магомедовна, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Мечты сбываются, если за них бороться, гласит известный афоризм. На протяжении нескольких лет шла к своей цели Люба Московская. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, наперекор судьбе она преодолевала препятствия и сейчас занимается любимым делом. И сегодня Люба Московская – гость нашей программы. С ней встретилась Светлана Шаганова. Здравствуй, Люба. Как к тебе обращаться, Люба или Любовь? Люба, просто Люба. Ты Люба Московская. Это псевдоним или твоя настоящая фамилия? Это моя по паспорте фамилия и имя. Такая необычная фамилия, но звучная, яркая. Наверное, она связана с микрорайоном Московский, где ты раньше проживала. Произошел такой институт, что мы нашли там, в Московском. И дали мне… Я была ребенком без имени, без фамилии. И мне дали в честь Украины Московского. Московская. На мой взгляд, ты очень творческий человек. И в беседе ты говорила, что хорошо рисовала, и у тебя неплохо получается. У нас были кружки рисования. К нам преподаватель приезжала, приходила и нас учила. Там все рисовать. Тебе хорошо у меня рисовывают. Любой предмет, любого человека. Я даже училась лицо человека рисовать. Тебя хорошо воспитали. Наверное, твои учителя, наставники. Скажи, ты сейчас поддерживаешь с ними отношения? Редко с кем общаюсь. Но когда приезжаю в гости в детском доме, конечно, мы общаемся. Мы друг друга приветствуем. Там тепло, там. Меня тоже с подарков отправляют оттуда. Я тоже стараюсь максимально радовать их. В общем, я, знаете, им благодарна за их воспитание для меня. Они меня очень хорошо воспитали. В этом детском доме реально очень хорошо воспитывают детей. И я просто им благодарна, что меня воспитали просто очень хорошо. Сколько лет ты жила в детском доме? В шесть лет, вот, в двадцати, вот, мне было 19-20, меня туда выпустили. И после ты поступила, я знаю, в лицей. В какой? В четвертый лицей. На индустриально-технологический колледж. Я туда поступила учиться на две профессии. Вот четыре года проучилась там. И какие у тебя профессии? Оператор ОВМ и фовар. Что с компьютером я могу разобраться, понять причину и так далее. А вот по поводу я вам скажу, я не очень хорошо повара училась. Не буду вам брать. Ну, все равно, ты же что-то готовишь вот дома. Ну, конечно, я не скажу, что я вообще ничего не умею готовить. Знаете, вот тех вот, у меня всегда интерес к людям, знаете, какой. Меня вас когда спрашивают, как ты живешь одна, типа, умеешь ли ты готовить, умеешь ли ты там убираться. Это, конечно, я приготовила для себя, для гостя своего. Люба, мечта, к которой ты пришла, она давно зародилась? Где-то 12-13 лет наблюдала за Гуару. Она была уже тогда знаменитой. Ее показывали по пятнице. Канал по утрам в час с 7 до 8 утра. И я за ней наблюдала. Я пока она не закончится, я не уходила на завтрак. У нас 8 часов всегда был там в детском доме завтрак. И я наблюдала за ней каждый раз. Потом, когда выпустила детского дома, опять же, я нашла ее в Инстаграме. И в Инстаграме наблюдала за ней. В общем, она тебе запала в душу. И ты хотела вот красить так, как Гуар, да, наносить макияж. Смотрите, я не стану лучшим Гуаром, понимаете, что это самый знаменитый визажист. И никто с ней не сравнится. Но я благодарна Всевышнему, что он с ней меня познакомил. Дал возможность у нее отучиться, обучиться мейку. И я профессионально к этому подхожу. И знаю, что как нанести. Поэтому в любом городе, в любой стране я не пропаду. Сейчас это востребованная профессия. И мы без мейка никуда. Как воплотилась твоя мечта? Это ведь не просто собрать чемодан и поехать в Москву Гуар на обучение. Ну, впервые я с Гуар встретилась в Нальчике. Благодаря сердцу КЧР они с ней связались. Смогли связаться с Гуар. И попросили ее со мной встретиться. И Гуар обещала мне обучение. Как только у меня будет обучение, она меня пригласит. И вот в этом году, в начале этого года, я этого сама не ожидала. Я планировала как бы весной и думала летом. Но вот в начале этого года я поехала на обучение Гуар. Расскажи о встрече, поделись своими впечатлениями. Она была очень красивая, загорелая, очень темненькая, высокая, талантливый человек. Вообще, с тут слов не скажешь ничего. Мастер своего дела. И главное, она очень хорошая, как человек. Она очень хорошая и очень добрая. Какую оценку тебе поставила Гуар после обучения? Она сказала, что ты очень талантливая. Она просто очень ко мне хорошо отнеслась. Она знает свою профессию. Она показала, что от ада я все по полочкам разложила. И главное, ты получила сертификат от Гуар, да? Да, я получила сертификат, официальный сертификат с Гуар. Скажи, пожалуйста, вот эту поездку кто оплачивал? Гуар. Гуар оплачивала и проживание, и питание. Все Гуар оплачивала. Гуар весь. Три дня ты была в Москве, да? Три дня. Три дня. Но еще в Москве удалось где-то побывать тебе? Конечно. Там живет моя очень хорошая знакомая. Мы с ней тоже очень хорошо дружим. С малых лет дружим, потому что она к нам приезжала в детский дом. И с нами общалась. Она моя ровесница, очень хорошая девушка. И я попросила ее, типа, пойдем погуляем на второй день или третий, точнее. А, третий день. Последний день. И я сказала, да, конечно. И она меня забрала. Мы гуляли весь вечер, всю ночь в Москве. И поверьте, я не пожалела, что я поехала в Москву. Я хоть часть Москвы увидела, понимаете? Увидела. Это ты впервые была в Москве, да? Впервые, да. Планирую, иншаллах, планирую на свое днежное время поехать. Люба, какую веру ты исповедуешь? Я Карачаевка. У меня фамилия русская, московская. И все, когда узнают, типа, московский, ты из Москвы, меня это чуть-чуть поражает. Потому что, ну, нет, почему сразу из Москвы? Я говорю, нет, я из поселка московского, Соджи, Гуты, КЧР. Ну, ты веришь в Бога? Конечно, конечно. Ну и что, во-первых, как я могу не верить в Аллаха, как бы, да, в Бога? Никак я не могу. Если, смотрите, вот всего, что сейчас я добилась, да, там, поехала в Гуар, там, поехала, там, стала визажистом, это всего лишь благодаря Ему. Если момент будет такой переломный в жизни, значит, я его тоже должна пройти, понимаете? Я такой человек, я позитивный. Я на все смотрю, знаете, с позитивом. Я никогда не унываю. Да, конечно, как и все люди, я расстраиваюсь, да, унываю. Потому что есть моменты, которые очень сложно я прохожу. Есть моменты, когда я одна прохожу, понимаете? И, как бы, об этом я не могу никому сказать. Но я прохожу, это одна. Я считаю то, что я знаю, что... Я верю в себя, я верю в Всевышнего. Я знаю, что эти времена трудные, они не вечны. Да, говорят, Всевышний дает нам испытания, и мы должны пройти достойно. Вот скажи, люди вот с ограниченными возможностями здоровья, да, бывает, опускают руки, да? Вот ты совсем другой человек. Вы знаете, вот вы меня просто мою задышу тронули, потому что я так, знаете, я жила с такими людьми, и я знаю, что такое ограничение людей, да, ограничение здоровья. Это моя любимая тема сейчас. Прикиньте, вот, я раньше об этом не думала, я сейчас об этом задумалась. Я такая, если я с инвалидностью, я не буду стесняться, я не буду смущаться, что у меня есть инвалидность. Да, если я скажу любому человеку, у меня есть инвалидность второй группы, ДЦП, но это не факт, что на этом мы должны закрыться в доме, всё плохо и так далее. Типа, и на этом нельзя, типа, останавливаться. Мы должны стараться жить, мы должны выживать, мы должны верить в себя, как бы, понимаете? Если люди обычные, да, могут достигать свои цели, почему мы не можем? Почему мы не можем? Моя цель в этом году просто поднять себя и дать людям с ограниченными возможностями понять, дать понять, что мы тоже много можем добиться. Это не означает, что у нас есть, мы на коляске или мы парализованы. Если у тебя голова, речь, ты слышишь, ты видишь, всё нормально, всё, руки, ноги, не помеха. Не помеха, поверьте. Просто главное желание, главное желание стремиться жить, главное желание стремиться достичь чего-то, понимаете? Как у меня сейчас есть, понимаете, желание стремиться к чему-то, к чему-то, понимаете, к чему я сейчас и иду. У меня есть определённая цель, к которой я иду сейчас. Люба, ты уже достигла определённых хороших результатов, и твоя мечта на сегодняшний день – открыть свой кабинет, где ты будешь работать. Нужен кабинет. Нужен хотя бы маленький уголок, понимаете, для себя, для своей работы. А у меня сейчас этого нет. Понимаете, я сейчас в поиске кабинета, в поиске уголка и оборудования, чтобы принимать спокойно людей. А вдруг вот найдутся такие меценаты, которые могут оказать тебе в этом поддержку, Люба? Знаете, я не отказываюсь от помощи. Никогда не отказываюсь от помощи. Но и не прошу помощи никогда, понимаете. Я стараюсь решить сама свои проблемы, кое-какие вопросы, например, с финансами, с оборудованием и так далее. Если, конечно, завтра или после этого, или через неделю, через год обойдутся такие люди, конечно же, я приму помощь. Конечно, я не откажусь от помощи. Получается, ты рассчитываешь на свои силы? Да, да, понимаете. Я не вижу смысла рассчитывать на какого-то человека, понимаете. Я должна сама стремиться к этому. Я должна сама что-то делать в своей жизни, чтобы достичь красивой, успешной жизни. Ты уже много достигла. Вот своими ручками, своими силами. Ты такая хрупкая, такая обаятельная. Люба, у каждого человека есть своя мечта. Вот ты о чём мечтаешь? Сказать честно, я пока ничего не достигла, поверьте. Это просто я прохожу этап своей жизни, понимаете. Просто себя пробую в ней, понимаете. Вообще у меня мысли, конечно, роднообразные. Я хочу много чем заняться. У меня есть огромная мечта. Огромная мечта. Это помогать таким же людям, как я, а точнее мотивировать их, понимаете. Я хочу стать хорошим изожистом, да, там открыть своё дело, неважно какое. В дальнейшем, иншаллах, все узнают об этом. Я просто хочу дать понять людям, как я, дать понять, чтобы они услышали меня, понимаете, что мы тоже можем что-то делать в своей жизни, можем чего-то достичь, работать в тот же миг, понимаете. Мы можем всего, и чтобы они это услышали. Люди с ограниченными возможностями здоровья вот такие же, как и все. Да, говорят, конечно, говорят. Но это те люди, которые верят в нас. И это люди, которые не верят в нас. Если человек в тебя верит так же, как в себя, то, я думаю, ты тоже в себя поверишь. Согласитесь, если я буду верить в вас, вы же в себя поверите. Согласитесь? Так и у людей происходит. Если в меня поверит человек, я тоже поверю. Я встану и пойду делать своё дело, свою работу. Так что я считаю то, что если я поверю в любого человека, не важно, да, девочка, мужчина, женщина или ребёнок, он просто возьмёт свои силы и пойдёт работать, растичь своей цели. В общем, нужно верить, трудиться. Верить Всевышнего и трудиться, конечно. Без труда у нас деньги не упадут с небес. Понимаете, деньги не упадут, и на карточку тебя никто не кинет. Люба, успехов тебе! Спасибо за эту встречу, спасибо за интервью. Жёны военнослужащих Карачаева-Черкесии присоединились к фотопроекту «Жёны героев», который с начала его реализации приобрёл всероссийский масштаб. Фотографии говорят сами за себя. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что данный проект особенно важен, и сказал, что ничего не может быть важнее поддержки любящей семьи. «Когда в тебя верят и ждут дома, ты способен на многое». Выражаю слова искреннего восхищения нашим женщинам, женам, матерям и сёстрам героев Карачаева-Черкесии. Не только словом, но и делом вы вкладываете все свои силы в нашу общую победу. Вы – крепкий тыл за спинами наших бойцов. Ваши сердечные слова любви и заботы с надеждой на лучшее придадут смелости и отваге нашим парням, и словно оберег, закроют их от бед и невзгод. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok